давайте вместе с вами все это сделаем так завелся так вот уже да вот эта тросовая коробка вот отлично давайте ладно включим сейчас первую передачу вторую первая не включилась реверс не включилась чуть-чуть вот эти вот тросы надо будет какое-то определенное время поработать и потом их подтянуть и доделать хочется вам этим заниматься или нет смотрите сами не как едет вопросов нету едет нормально вот еще такой момент вот эта вот ручка это у нас как раз таки рукоятка реверса ну то что она вся болтается как не знаю что в проруби это ладно но когда мы пытаемся включить заднюю передачу и надо вот так вот держать и включать ну блин я не знаю но сделайте здесь какой-то уголок отрежьте этот металл ну куда вы смотрели то но вы чего вот с этой проблемой не сталкивались что ли ну блин ну вы что делаете то ребята ну это новый трактор я крыло сейчас здесь за десять раз уже блин не знаю что с ним будет чё-то у меня здесь вот опять с этой коробкой передач не лады все попал так вот я довожу крайнее положение и вот он заглох почему заглох вот просто 52 могу сказать смело покупайте машину рабочая машина а 132 доделайте пожалуйста ее а потом давайте я еще раз возьму на обзор и мы поговорим про нее больше всего удивляет что это новая модель в ней должно быть плюс 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 подхожу и не вижу ручного газа да что ж такое то блин а вообще сегодняшний наш обзор будет про два миника про самую популярную модель а именно 152 мтз от сморгонинского агрегатного завода и также совершенно про новую машину это беларусь 132 мт не так давно наткнулся в ю тубе на ролик белорусского пользователя вот такого вот трактора и он кружился вокруг него минут 15 рассказывая какие есть недочеты в этом тракторе знаете я сначала хотел сказать что вы хотели за эти деньги ну покажите мне хотя бы какой-то аналог вообще вот я когда супруга моего купила меня там была возможность заскочить там домой в конце февраля это был до конец февраля и у меня была возможность скачать домой там буквально на день-два и я когда увидел трактор живую первый раз я не знаю я сидел там целый день и вообще не мог отойти когда вот увидел его качество покраски качество сборки не мог реально отойти и вообще не знал что мне делать и то есть был в таком шоке что просто капец по поводу также укладки всех этих тросиков шлангов гидравлики всего остального тоже роликов куча отвратительно все перетирается натирается все неудобно клинит подклинивает в общем все это нужно хоть как-то переделывать защищать чтобы где-нибудь не знаю в какой-нибудь глухой деревне вы потом не остались с этим трактором наедине ну смотрел ролики мне было интересно с выставки это белагра 2024 года я посмотрел там выпустили подборщик кормов в общем такой шнековый и ну честно я ну вот посмотрите вот есть в ю тубе тоже ролики где вот сторонние организации выпускают эти пресс подавайте подборщики кормов такие роли шнекороторные да ну там как бы они уже где-то будут пытаются делать классную технику сморгонский завод и причем я насколько я узнал что этот шнекоротор да для подбора кормов да для подталкивания кормов разрабатывал республиканская академия наук республики беларусь и вы посмотрите на не этот пускай к подборщик вот зайдите посмотрите на ролики найти и это просто цирк какой-то я вот честно я вот я не я я очень хочу что в моей стране да вот чтоб этот завод не закрылся чтобы развивалась производство чтобы они делали классную крутую технику потому что пока то что выпускается на данный момент ну я даже не за каким словом это назвать знаете на седьмой минуты я с ним начал уже соглашаться но вы продаете трактор вы ставите цену но вот эти все нюансы которые он перечислил ну друзья мои здесь вот реально стыдно за завод а знаете если бы я с этим бы заводом не проработал столько лет я бы может быть и поддержал бы всех тех защитников компании мтз с которыми я неоднократно сталкиваюсь и говорю да мтз стоит своих денег знаете последние трактора мотоблоки которые к нам приходят проверяешь масло коробки передач не долито в двигателе не долито мотоблоки к нам приходит шестеренка задней передачи либо реверсы перевернуты наизнанку трактор недавно пришел 3 4 передачи вообще не было шестеренок в коробке не было хочется задать вопрос а как у них вообще работает отдел оттк а работает ли он вообще знаете вот не понимаю пока но при этом при всем естественно каждый трактор который у нас уходит каждый мотоблок который у нас уходит мы в любом случае проверяем тестируем регулируем потому что то что приходит завода обязательно расскажу в этом видео а сейчас давайте перейдем к сравнению а вы садитесь поудобнее мы начинаем всем привет друзья мои вы на канале садовой техники garden сток меня зовут алексей и я его ведущий а вас я как всегда всех снова рад видеть но больше всего я буду рад видеть начальство сморгонского агрегатного завода на моем ролике чтобы они наглядно посмотрели и для себя может что-то пометили что может надо подправить исправить подделать я буду вам очень за это признательно ведь мы таких миников продаем очень много и порой мне честно говоря приходится краснеть за вас а я этого делать не хочу поэтому лучше досмотрите это видео до конца и вы поймете все о том о чем у меня накипело и то что я хочу сказать начнем мы со 152 модели это самый продаваемый трактор на сегодняшний момент покрышки есть белшина есть кама есть какой-то китайский производитель либо сейчас я начал замечать что ставить начали оскор друзья мои кама белшина отличные покрышки к ним вопросов нет если вы купите и удастся вам купить на покрышках оскор это вообще вот-вот-вот так вот ну не ставьте вы пожалуйста на эти трактора китайские покрышки ладно для сельхоз работа они может быть подойдут но такие трактора их в основном покупают для коммунальщиков щетка сзади спереди снежный отвал кун эти работы надо делать в зимнее время года китайские покрышки пластмассовые они не работают их надо сразу выкидывать покупать новые но это плюс опять к стоимости трактора когда он без того стоит 540 тысяч рублей что мы получаем за эти деньги вот вот трактор перед вами с мотором одноцилиндровым бензиновым либо вейма либо рата либо лифан 420 кубовый мотор во всех случаях будет стоять на одних наклейка 16 на вторых 15 лошадиных сил но поверьте мне на славу мощность у них совершенно одинаковые это 420 кубовые моторы какой лучше всего брать либо рата либо вейма это хорошие проверенные моторы лифан ну не люблю я лифан ну что я могу сделать не нравится мне он как работает хотя многие пишут что лифан это самый доступный и самый нормальный по 152 идут сразу утяжелители в комплекте каждый из этих утяжелителей весит 16 килограммов и также вот такая вот штуковина это у нас фаркоп называется он тоже будет в комплекте чтобы крепить к нему телеги телега у нас крепится автомобильная не знаю почему такое решение было принято обычно ставят все под палец фаркоп чтобы цеплять знаете даже восемь старые под палец фаркоп да вообще все трактора миники японские индийские китайские везде под палец будет стоять здесь вот такое решение принято можно установить и палец и фаркоп классно классно потому что есть и такое решение и такое одновременно два в одном за что можно сказать сморгонцы молодцы здесь же мы видим розетку для того чтобы крепить прицеп и все эти трактора возможно поставить на учет и ездить по дорогам общего пользования трехточка которая идет в комплекте это не скоба как у китайских тракторов временных это полноценная трехточка надо отрегулировать плуг в работе с помощью трехточки это сделать очень будет легко и хорошо что она здесь стоит но какая она здесь стоит она здесь стоит нулевой категории если вы захотите какое-то поставить оборудование ну не сазовское а какое-то другое то вы сюда не поставите оно сюда не подойдет либо надо будет дорабатывать многократно и переделывать ну под вот у твом этих тракторов сюда отлично будет подходить либо от мотоблока оборудования либо сазовское оборудование но я понимаю что не все хотят только оригинальное ставить а многие хотят каких-то сторонних производителей поэтому вот здесь вот миники от других производителей у которых стоит трехточка первой категории либо вон на 6 лицов либо на 8 конечно же будут иметь огромное преимущество из плюсов хочется отметить это посадочное место здесь действительно очень много места сидеть комфортно и удобно и вот эти трактора они будут удобнее намного чем любой китайский трактор педали большие в сапогах нажимать удобно место комфортно рулевая колонка регулируется как под рост человека так и под вес человека чтобы пузо не цепляли рулевой колонкой можно либо вверх поднять либо вниз опустить это тоже все продумано крылья на всех четырех колесах стоят грязью не забросает хороший момент сам трактор полный привод имеет постоянный передний привод а задний подключаемый если мы обратим внимание на предыдущей модели это 132 112 там была блокировка переднего моста у 152 все по взрослому блокируется задний мост это очень хорошо ведь все усилия когда мы работаем с фрезой либо с плугом идет именно на заднюю ось что еще хочется отметить что 152 модель имеет супер крутой плюс перед 132 и 112 здесь если мы включаем бом мы можем работать на полном приводе в 132 и 112 работать только на переднем приводе возможно прочитайте инструкцию там это все написано дуга безопасности тоже идет в комплекте классно у многих тракторов импортных дугу безопасности надо покупать отдельно цена 540 тысяч рублей и к нему надо покупать все навесные орудия отдельно вы скажете ну хорошо 152 но как у него крутится руль здесь же не будет гидроусилителя а я вам скажу этому трактору я особо-то не нужен колеса маленькие крутятся легко сколько я на нем тест драйвов делал все это отлично работает универсальность трактора максимально выполняет всевозможные сельхоз работы недавно снимал видео с как он работает с двухкорпусным плугом показал себя очень хорошо в работе но этот трактор за что любят за его минимальные габариты за классическую рулевую рейку и за то что к нему можно подключить всевозможное навесное орудие фронтальный погрузчик раз ковш скребок для снега бульдозерное оборудование два щетка 3 зимой чистить какие-то коттеджные поселки свои участки автозаправочные станции стоянки и тому подобные вещи но классный трактор работает если не китайские покрышки на 5 с плюсом но сейчас у нас новая модель это 132 мт и вот о чем мой ролик как раз таки к производителям саза да классный трактор ну реально классный чуть дизайн оптика посмотрите линзовая оптика какой бампер массивный классный сделали зачем-то сделали вот этот вот прицепной я боюсь если за него что-то подцепить вырвет здесь все к чертям собачьему я настоятельно не рекомендую это делать вот трактор будет в новом дизайне с новыми покрышками совершенно по-другому перенесли коробку передач на нем сидеть кстати даже удобнее чем на 152 модели но это не это конечно все хорошо кстати еще у трактора есть гидроусилитель руля покрышки я увидел оско ставили начали ставить все очень классно на первый взгляд но это только на первый взгляд цена на этот трактор на 95 тысяч дороже 540 635 давайте потихоньку разбираться за что мы платим эти деньги гидроусилитель руля если сравнить какие-то импортные трактора то там разница где-то 50 тысяч рублей будет вот например у митсубиси 180 продаем без гура 800 с гуром 850 то есть 50 тысяч окей добавили сюда за то что есть здесь гидроусилитель руля теперь давайте посмотрим исполнение этого гидроусилителя как он здесь сделан и куда его сюда прилепили вот капот когда будете открывать вот эту вот штангу обязательно не забывайте потому что крепится она вот здесь вот вот так вот очень плохо поэтому вот здесь вот надо обязательно цеплять ее вот и тогда все нормально не забудьте делать либо просто оторвете крепление капота на всех двигателях сегодня ставят вот здесь вот такой вот датчик интересного он показывает обороты мотора но он показывает моточасы чтобы вам было удобно делать техническое обслуживание на двигателях менять масло вовремя не забывать про это теперь мы здесь видим вот производство гидроцилиндров белар про республика беларусь ну что гидроцилиндры оригинальные белорусские здорово но куда его прикрепили вы посмотрите здесь идет мотор потом идет насос потом идет сцепление потом идет коробка передач насос у нас как вы видите сделаны с чугунины на эту чугунину прикрепили вот этот вот как раз таки цилиндр насколько это надежно но напишите в комментариях насколько это надежно а я вам скажу что я пока этим трактором не работал целый год либо два года и надежности судить не могу но такое решение мне кажется немного странным как вам пишите обязательно в комментариях работает кстати действительно очень хорошо вопросов у меня как к работе гура никаких нету так капот я сейчас закрою не мы перейдем дальше давайте сядем на трактор и понажимаем педали потому что педали в этих тракторах это отдельный разговор знаете чтобы нажать на вот эту педаль прямом весе в 70 килограмм я действительно здесь напрягаюсь и напрягаюсь не слабо а конкретно напрягаюсь я не знаю насколько мне будет удобно работать с этим трактором но бог с ней со сцеплением здесь все педали как нажимают я не знаю что здесь за тросики используют но нажать эти педали действительно будет тяжело я сейчас завел этот трактор кстати все трактора мтз они у нас идут реверсные у них у всех либо здесь рычаг либо здесь под правой рукой рычаг тем самым мы задаем направление хода либо вперед либо назад и уже на самой коробке передач мы ставим какую-то определенную скорость а в миниках обычно четыре скорости вперед и три назад от сморгонского агрегатного завода пока не слез и увидел вот эти вот два зеркала хочу сказать вам что там одно зеркало стояло а здесь два зеркала стоит два конечно лучше чем одно но я бы выбрал вот то вот одно бы лучше чем эти два они мопеды карпаты что стоят здесь не знаю у меня вот на карпаты такое такие же стояли дешман дешманом ну там вот нормальная зеркало стоит но чё ж вы блин с одной стороны вроде бы сделали лучше но и как всегда чё-то недоработали ладно ручник блин чтобы здесь включить ручник ну честно говоря я я бы я вот знаете вот вот он пробовал вот тут зафиксировать его я блин нифига не смог как его зафиксировать вот я нажимаю в упор вытаскиваю его у меня не фиксируется снимите пожалуйста видео для всех пользователей как здесь пользоваться ручником я по инструкции все включая у меня не получается не получается и все и куда делся ручной газ как бы без него работать я привык на тракторе включить ручной газ ну задать его максимальные обороты и сидеть уже управлять рулевой колонкой ну что я здесь на этом тракторе буду постоянно давить на педаль газа я честно говорю таких тракторов то не видел не вы делаете апгрейд трактора делайте новый дизайн увеличиваете цену в 95 тысяч рублей вы не можете добавить ручной газ я можно как-то без комментариев что ли здесь обойдусь ладно давайте дальше коробка передач кстати классно сделали да она если у 152 модели когда ты сидишь на тракторе но к ней надо было тянуться я вот так вот просто и не могу нажать она не вот здесь вот к ней вот тут вот так тянутся ее переключать и так как она здесь идет трассовая переключение ну такое себе прям надо уже минимум пять часов на нем наездить чтобы четко включать передачи здесь но с одной стороны залазить стало с левой стороны не очень удобно но вы всегда можете подойти и залезть с правой стороны ничего страшного сама коробка передач стала в удобном месте я сижу вот у меня спина на спинке все хорошо и вот ручка очень не хватает подлокотников но сколько они будут стоить чтобы прикрепить вот сюда вот два подлокотника плюс 20 долларов ну поставьте сюда подлокотники ну блин с ними же гораздо комфортнее и удобнее будет ну цена на 3 копейки изменится но зато вы будете иметь очень мягкую удобную сидуху да еще и с подлокотниками обязательно задумайтесь и поставьте ее трассовая коробка передач я сейчас включал реверс и вот этой коробкой знаете я на тракторах мтз очень часто езжу наверное почти каждый день я включил здесь реверс и при трогании нечаянно заглох чтобы выключить реверс и вот этим сцеплением я минут пять сейчас потратил чтобы вот ну не скромно мне я не буду и говорить что это барахло ну я просто сейчас за голову схватился чтобы включить эту передачу все вот эти вот трассы все сцепления завода с контроля качества стопроцентного отека приходят не докручены все либо перетянуто либо не дотянуто я не знаю это же блин сырой продукт и вы продаете сырой продукт масло не долито трассы не отрегулированы но почему каждый трактор за вами нужно переделывать но мы каждый трактор выгоняем проверяем уровне масел масло которое вы сюда заливаете она темно черное я не знаю что вы за масло сюда заливаете но черное эти трактора у них пробега меньше чем наработка меньше чем час а масло чернюча мы очень часто меняем вообще масло чтобы отдать этот трактор человеку чтобы если он открутил и посмотрел на щуп чтобы масло было светлое крылья и задняя оптика тоже пластик идет все классно не ржавеет они даже в цвет покрасили в отличие от 152 модели насколько это нужно сколько это плюсом стало к цене не знаю еще вынесли распределители сюда ну да удобнее он стал ну знаете вот это все если с учетом даже что здесь гидроусилитель стоит который на 50 тысяч рублей дороже 45 тысяч рублей но окей покрышки еще плюс 15 тысяч рублей 30 тысяч куда делись 30 тысяч рублей в оптику в линзованную убрали газ ну это еще фигня если вы сейчас дойдете до самого главного то вы вообще не захотите ее покупать почему но потому что когда мы покупаем трактора от сморгонского агрегатного завода мы хотим его использовать в поле мы хотим его использовать у себя на даче частном доме использовать его как коммунальную машину на трех точку все цепляется точно так же как и на 152 модель вот да кстати еще фонарики немного другие тоже более красивые но опять же ну ладно плюс две тысячи рублей вот теперь подходим к самому интересному спереди бульдозерное оборудование кун когда мы цепляем на 152 модель крепление идет на вот этом вот как раз таки насосе и дальше уже пошло на заднюю ось что у нас происходит в 132 мт за счет вот этого красивого дизайна за счет вот этого бампера силового у нас чтобы его держать здесь вес то уже не маленький никакого все открыто в 152 модель многие кричали да что здесь вот двигатель открыт вот на что-то наедете погнете лучше пусть будет так ну правда аккуратнее ездите здесь стоит этот силовой бампер но мы хотим поставить грубо говоря снежный отвал либо кун что нам нужно сделать снять бампер снять этот капот дальше снять вот этот вот подрамник который здесь идет и только после этого у нас появится отверстие для того чтобы ставить к нему либо снежный отвал либо кун иначе мы поставить сюда ничегошеньки не можем и к чему мы приходим на данный момент у нас есть отличная новая модель которая стоит практически на 100 тысяч рублей дороже у нас нету ручного газа который реально просто необходим у нас отличные покрышки гидроусилитель руля но у нас идет потеря функционала трактора это самое главное ведь 152 модель за что любили за то что ее можно использовать с любым навесным оборудованием а в 132 модели чтобы прикрепить то самое все навесное оборудование и как она еще кстати будет работать за счет того что здесь часть мощности будет уходить на гур неизвестно я не знаю я не пробовал но потому что я даже боюсь представить как это все будет выглядеть без капота и без бампера и насколько это будет товарный вид вообще у человек придет скажет установите мне на 132 мт кум я скажу знаете мы поставим без проблем но придется снять капот придется снять силовой бампер и тогда мы все установим но будет без капота смешно а мне сейчас не до смеха друзья мои у меня вот вопрос как раз таки к заводу а вы то о чем думали когда делали 132 мт вы о чем думали напишите мне в комментарии мне очень интересно мысли того инженера который создавал 132 мт да и куда делал ручной газ он посчитал что это не нужно да ну тогда посоветуйтесь сначала с людьми которые работают на 152 тракторе а потом уже подходите к этим тракторам человек который снимал видео про беларусь эти он сам из беларуси он очень много уделял внимание именно качество продукта нему пришел трактор с ржавыми дисками весь непонятно как покрашен но честно говоря у нас таких моментов не было к нам приходит более-менее нормально вот внешнему виду меня вопросов нету ну где-то бывает иногда что-то поцарапается когда идет доставка у нас же фуры везут этот товар где-то может там плуг лежать какая-то небольшая царапинка но в любом случае на такой товар мы делаем во первых скидки во втором нет таких вопросов не возникает то есть чему мы подошли сас первый вопрос к делу т.к. масла недолиты масло темное очень часто попадает того что чего-то забыли доложить какую-то шестеренку вы же стопроцентный контроль качества делаете как вот вот как получается такое вот недавно снимал как раз таки видео про мотоблок где не включался вон а вам не включался почему тоже шестерню другой стороной перевернули она не заходила в пазы ну отлично классно ладно давайте подведем какие-то итоги 152 модель здесь вопросов нету проверенная надежная машина можете смело брать даже если вы кому-то не нравится бензиновый мотор сняли поставили новый бензиновый мотор если кого-то не устраивает особенно ресурс этого мотора он стоит недорого около 26 32 тысяч зависимости от производителя того самого мотора 132 мт новая модель классная такой же в принципе такая же база как у 152 да здесь нет никакой шарнир на сочлененной рамы здесь у нас я сейчас обязательно заведу прокачусь чтобы вам показать воочию как здесь все это будет работать давайте вместе с вами все это сделаем так завелся так вот уже да вот эта тросовая коробка о отлично давайте ладно включим сейчас первую передачу вторую первая не включилась реверс не включилась чуть-чуть вот эти вот трассы надо будет какое-то определенное время поработать и потом их подтянуть и доделать хочется вам этим заниматься или нет смотрите сами вот у нас классическая рама и вот как он поворачивает руль кстати крутится очень легко все здесь классно я сейчас включил только передний привод задок у меня не подключен не как едет вопросов нету едет нормально но опять же вот в каких моментах мне не нравится вот вот еще такой момент вот это вот ручка это у нас как раз таки рукоятка реверса но то что она вся болтается как не знаю что в проруби это ладно но когда мы пытаемся включить заднюю передачу и надо вот так вот держать и включать ну блин я не знаю но сделайте здесь какой-то уголок отрежьте этот металл ну куда вы смотрели то но вы чего с этой проблемой не сталкивались что ли но почему 152 такой нет проблем здесь нормально рукоятка сделана здесь полный свободный ход да вроде бы сделали такой дизайн что у вас там ботинки все защищены металла больше стали сделать эти он на целых двадцать шесть килограммов больше весит и опять же вот выворот колес очень важный момент я вот здесь вот колеса когда выкручиваю вот здесь у нас два с половиной метра этому трактору нужно чтобы развернуться но два с половиной метра это реально немного я понимаю что там всякие миники от других производителей где раздельные тормозы не могут на одном месте разворачиваться что я уже много раз демонстрирую но когда мы в 132 модели так как здесь встроены гидроусилители руля выкручиваем колеса ну вот иди сюда я опять же иди сюда покажи вот у меня вот крыло опять в этот металл вот трется крыло ну блин ну вы что делаете то ребята ну это новый трактор я крыло сейчас здесь за 10 раз уже блин не знаю что с ним будет окей вот мы доводим в крайнее положение выворот точно такой же но вот в этом вывороте вы не сможете трактором работать почему потому что когда вы его сейчас я заведу его специально так реверс что коробка передач включен что-то у меня здесь вот опять с этой коробкой передач не лады все попал так вот я довожу крайнее положение и вот он заглох почему заглох потому что у нас идет крайнее положение гидроусилителя руля в котором нельзя задерживаться надолго либо надо газовать либо еще груз горит здесь я не знаю вот какое решение они здесь делают он комфорт неудобней но вы же трактор делаете не для того чтобы на нем баба работала для того чтобы мужик работал чтобы была рабочая единица чтобы эту вещь было не стыдно показать своим соседям сказать смотрите какой офигенный трактор купил но не могу я сейчас сказать что 132 мт офигенный трактор не могу вот просто 152 могу сказать смело покупайте машину рабочая машина а 132 доделайте пожалуйста ее а потом давайте я еще раз возьму на обзор и мы поговорим про нее остались вопросы пишите в комментарии а с вами до новых встреч до свидания а